Я вам скажу секрет, если вы смотрели мои прямые эфиры, я хожу, у вас голова кружится, есть такая тема, есть, конечно, застывший взгляд, почитайте, там про телевидение, то есть люди, которые ничего не знают про телевизор, вы поймете, как делается картинка и для чего. Каждые 18 секунд, или 20, или 20, сколько-то секунд, или что-то, короче, каждые 18 секунд должен меняться кадр, и тогда ты не можешь оторваться от картинки. Замечали? 300 раз эту Золушку, сука, и все равно пока не досмотрю, не пойду в туалет, потому что взгляд прилипает, потому что во всех диснеевских мультиках это все соблюдено, и ты не можешь оторваться, даже тебе, если не интересно. И поэтому, когда ты в прямые эфиры ходишь, всем интересно, что же там, что там произойдет. Некоторые говорят, а кто у вас в туалете? Вы тоже помогите в квартире? А на заднем плане что у вас там? Да, 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 и все парят, понимаете, и ты такой раз, раз, ходишь, и все, и люди цепляются, и тогда у тебя продолжительность просмотра видео чуть длиннее, чем обычно. Ага, прикольно, хотя бы наоборот стараемся, чтобы за день ничего лишнего не было, чтобы там готовимся. У меня там веники лежали, я не понял, эти банные. Банные веники, где-то, и мне этот, говорит, убери веники, мне вот она, как-то, коч позвонила, говорит, и говорю, убери веники. Я говорю, какие веники, и поворотили, бери, 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 бери. Нет, мне кажется, это наоборот фишка классная, что люди осознают, вы такой же человек, типа, как и они, потому что ни там, ни все, там, лошадь, и так. И поэтому ты должен быть просто обычным. Эмпатия просыпается. Единственное, когда квартира была такая без ремонта, я снимал прямые эфиры в машине, потому что мне бесстыдно было показать квартиру. Я дочку фотографировал только портрет, чтобы было видно только стену. Сегодня я смотрю эти фотографии, лучше бы я этого не делал, потому что и стена была капец, короче. То есть, совсем натурализма не надо жесткого такого, если там прям этот, не нужно. Но должно быть, люди должны понимать вот эту естественность, лёгкость. Материсься, матерись. Заикаешься, заикайся. Если, ну, то есть, не стесняйся того, ну, своих изъянов, что ли, если они есть. Вообще, если честно, люди идеальны все практически. Если ты там, ну, там, не коллега, не чё это, в принципе, все окей. И то, вот, есть люди, которые с увечьями, они себя спокойно там в соцсетях, там, это, да? Они на мой лучший результат делают, чем он какого-нибудь. Вот, и поэтому им просто приходится перешагивать каждый раз через свою гордыню, через этот, они прошли свой этап унижения какого-то. И вы свой тоже пройдёте. Свою гильотину в соцсетях вы тоже все получите. Ну, правда. Вы все получите. Вам такого стресняка это даст в какой-то момент? Вы просто удивитесь. Как только вы научитесь относиться к этому никак, всё пройдёт. Всё пройдёт. Поэтому, Ютуб, в Ютуб хотя бы один видеоролик в день. А его можно копировать с Инстаграма? Да. Один видеоролик в день. Просто себе поставьте, как вот, этот, как план. Один видеоролик в день. Инстаграм. Можно сразу по поводу, там лучше пиарить себя и свой продукт, либо как у кого-то другого и что? Себя. 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 Личный бренд. Только личный бренд. Ты можешь пиарить себя и потом продукт. У меня получилось, я там вот это, то есть, ну такое. Я вам расскажу. То есть, каждый раз в экспертности. Учите свою методичку про любой продукт. И каждую баночку вы снимаете видео. Про каждую. Про каждый вкус ты снимаешь. Чем клубника отличается от малины. Что клубника не такая густая, а малина такая, если тебе нравится. Посмотрите, блоги про еду. Особенно вегетарианские. Там хвалить нечего. Ну, мяса нет. А они там, розмарин, там, кускатный орех. И вот так расскажите про свои вот эти продукты. Он придает пикантный вкус. Там то-то-то-то. Вы знаете, я когда тренинг проходил, мы водку когда описывали. Вы знаете, что? Такой утонченный, округлый вкус. Что за водки? Округлый вкус. Понятаете? А у вас там что? Хвались вон сколько угодно. Понятно? То есть, есть что похвалить. Поэтому вот в YouTube прям один ролик в день. Вот возьмите все свои препараты и по одному в день. Просто реклама. Сколько раз пить? Что дает? Там кто-то-то-да. Какие боли закрывают? А длини сколько их еще раз повторите? 5-15. 5-15. Вы, во-первых, вы учите свой продукт. В инстаграме, смотрите, в инстаграме не больше трех постов в день. И один пост в IGTV. Один видеоролик. Вот видеоролик в YouTube и в IGTV грузите сразу. И получится у вас два поста текстового и один IGTV с YouTube. И хэштеги не забываем. Хотя бы 7-8 хэштегов каких-то напишите. Здоровье, красота, бьюти. Там что-то. Ага. Угу. 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 IGTV, они сейчас поднимают вот эти просмотры. Да. Ну, очень быстро. Чем текстовый пост лучше вот его в это видео. Мало того, люди скачивают это видео к себе, выкладывают у себя потом в Facebook, выкладывают в TikTok. Я когда себя в Facebook увидел, свое видео на чужой странице, думал, капец вообще, что произошло. Это же всегда же есть ощущение, что это личное, да? Ну, в смысле, но если это личное на всем на обозрение, ну, то все качают. Если ты найдешь свой стиль и манеру поведения в YouTube, оно будет распространяться. То есть, чем интереснее видео, тем лучше. И обязательно шуточки, приколы какие-то там. Если нет чувства юмора, короче, садитесь на Сабурова, садитесь вот на современных вот этих всех стендаперов, они такую дичь творят. Это вообще. Но хотя бы 10% возьмите, вам хватит. Ну, вот так, там, приколов там. Потом Жванецкого смотрите, да, вот. Почему? Потому что у Жванецкого юмор такой, он очень тонкий и острый. То есть, если это про серьезные вещи, то можно через Жванецкого вот прям печень колоть. И Гоголь мертвые души. Юмор очень такой, очень, вот. Там сарказм, что ли, я не знаю. Это вот читаешь вроде текст длинный-длинный-длинный, и ты ржать просто начинаешь. В общем, посмотрите. Гоголь, оказывается, очень такой приколист еще тот. Он с Жванецким похож очень. Но Жванецкий, он живой, и его интересно. Мне у Жванецкого понравилось, говорит, дом его показывает. Это такой дом, вы просто не представляете. Такой дом. Он в каждом кирпичике аплодисметик. И вот эти шуточки под какой-то ты придумываешь, и потом видео выдаешь. Причем получилось, не получилось. Помучилась, два-три раза сняла, лучшее взяла и выкинь. Даже если тебе не устраивает, в YouTube заливай, в Instagram заливай. Не ждите, не вылизывайте. Не надо вот этого, чтобы там, как это, поза оратора, знаете, да? Как это Мергель. И у него как будто прилипло так на всю жизнь. Она же не жастикулирует вообще. То есть не нужно, и вот этот вылизанный голос, такой, как роботизированный, да? Живой, обычный диалог с людьми, с подписчиками, все. Научитесь. Для того, чтобы научиться более-менее нормально себя вести, я говорю, один хотя бы, один прямой эфир в Instagram. Каждый день. Сами в собой или сами? Один. Нет, с собой. Ты открываешь, да, и часто говоришь про свой продукт. И не важно, когда смотрит тебя или нет. Пофиг вообще. Да? Просто. Пофиг. Просто, да. У меня соседи блогер. Она выходит такая. Да, жена, она, она идет, блин, зашла такая сила. Разговаривает не здорово. С лифтом выходит опять. Опять убирает, опять серьезно. То есть, а я думала, что у тебя аудитория должна... Нет? Нет, сама с собой. Сама с собой. Они вместе будут, потом они присоединятся. Кто-то поделится, они станут. Понимаешь? Но ты должна наработать. Тебя сейчас выдай на аудиторию 100 тысяч человек, ты там... Зачем тебе? Есть своя тысяча. Посмотрит два человека, тебе вот так хватит. Как только ты научишься говорить, станешь интересной, народ начнет подтягиваться. Классно. Один в день прямой эфир в течение, там, сорока дней, не знаю, там, поставь себе план, там, месяц, два, три, там. И вот три месяца каждый день по одному эфиру. Ты посмотришь, что это такое, как это работает. Ты научишься сама говорить, да. Ты можешь работать и это делать. Это несложно. Потому что то, что ты делаешь в инстаграме, в прямом эфире, ты можешь закачивать в ютуб. А, например. Да. Свои прямые эфиры в ютубе ты можешь перекачивать, и ты закрываешь сразу несколько позиций. Ты можешь свой спич в ютубе пилить до одной минуты, где-то там склеивать, и выкладывать в ТикТок. Понятно? В Телеграм. В Телеграм-канал. В Телеграм-канал ссылки. Видео залила ссылку в Телеграм-канал.